Ребята, вчера мне поступило очень непонятное сообщение. Давайте я вам все расскажу сейчас подробно. Вчера мне написал подписчик о том, что в черном доме в Брукхейвен держат человека в заложниках. Честно, я вообще в шоке, потому что вы сами помните, у меня совсем недавно было видео о том, где agency взяли меня в заложники и вообще никак не отпускали. Я очень много раз перезаходила в игру, и каждый раз я попадала сначала в тюрьму, а потом меня вообще перевели тоже в черный дом. Я так думаю, что за всем этим стоят как раз-таки agency, потому что не думаю, что это совпадение, что в черном доме в прошлый раз держали меня, и там сейчас держат человека. Но когда я была там в прошлый раз, там никого не было. Ребят, я предлагаю сейчас нам отправиться в черный дом и посмотреть. В общем, я решила, что на всякий случай я возьму, во-первых, фонарик, я возьму по-любому, потому что в этом доме постоянно темнота, и там ничего не видно. Так, ну что же, я уже подошла к этому черному дому, и вообще, что я вам скажу, это, в принципе, единственный дом, который здесь сейчас стоит. Давайте начнем поиски. Так, честно, я даже не представляю, где искать. Вообще не представляю, где искать. И, если честно, я не понимаю, я не знаю, какая у этого дома секретка. Точнее, я знаю, что меня в прошлый раз держали в подвале. Но как туда пробраться, я вообще не знаю, потому что когда в прошлый раз меня выкинуло из игры, и когда я зашла снова, я уже была в этом подвале. Поэтому сейчас я буду все искать, все смотреть. Здесь телевизор, и на него можно нажать. Но ничего не нажимается. Почему ничего нельзя открыть? Все закрыто. Ребят, это вообще все настораживает очень сильно. Так, в туалете его нет. Я как всегда. Мне кажется, на видео сидеть в туалете, это уже прям мое. Тоже ничего нет. Я пытаюсь найти какие-то секретки. Я даже, честно говоря, не знаю, как мне найти его. Я очень боюсь, потому что если за всем этим стоит agency, и я сейчас помогу этому человеку выбраться, я боюсь, что мне просто не поздоровится потом. Поэтому я сейчас очень-очень рискую. Фух, ребята, я очень переживаю. Где же может быть этот человек, и как я смогу ему помочь? Потому что если он находится в такой же ситуации, как находилась я, то боюсь, что я не в силах ему как-то помочь. Вообще, я не понимаю, как мне найти этого человека. Плюс еще скоро начнет темнеть по времени, и в этом доме станет еще темнее. В этом доме, когда ночь, вообще нереально что-то найти. Он очень темный. Ребят, я даже не представляю, как мне найти этого человека, и есть ли он здесь. Если подписчик видел этого человека, почему он ему не помог? Вот в чем, что мне интересно знать. Ага, я сейчас куда-то провалилась. Ребят, это то место, где меня держали. Но здесь никого нет. Тот плакат с надписью agency, то есть это их помещение. Ребят, но здесь никого нет. Я думаю, что если здесь никого нет, в этом доме, возможно, как мне теперь выбраться? Так, я честно даже не представляю, как мне его найти, и кто это вообще, и сколько он здесь пробыл. Вот в чем прикол. Мне очень его жалко, потому что я сама побывала в той ситуации, и я знаю, что когда ты выходишь из игры, и заходишь снова, ты, неважно, даже если ты смог выбраться, ты оказываешься опять в этом месте. И кажется, что это будет продолжаться бесконечно. Мне кажется, сила agency просто какая-то безграничная, и я на самом деле очень сильно переживаю. Я обижала весь дом, здесь никого нет. И если честно, мне очень хочется верить в то, что подписчик просто ошибся, и здесь никого нет. Что-то мне подсказывает, что все-таки я плохо искала, потому что я, честно говоря, не знаю, как обстоит этот дом, как обставлен этот дом, и какие, и может быть, здесь есть еще какие-то секретки, о которых я не знаю. Может быть, этот подвал под кроватью, это не единственная вещь. Эх, надо было бы спросить Влада, но Влад, как всегда, ушел в нужный момент. Ах, так, 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 где мне можно его найти? Кстати, вы не обратили внимание на то, что здесь все окна закрыты, и их нельзя никак открыть? То есть, мне кажется, это подсказка в том, что я нахожусь в правильном направлении, что это все-таки не чей-то дом, в который я попала, а это дом agency. Все, куда можно нажать, ничего здесь не нажимается. Ребят, я очень сильно переживаю за этого человека, и мне очень сильно хочется ему помочь, но я, честно говоря, не знаю, как мне его найти. Давайте я еще последний разочек отбегу по дому и поищу этого человека. Так, ну что же, я пробегаюсь последний раз по дому, смотрю все очень-очень внимательно, и, если что, меня либо подписчик обманул, либо я просто не смогла найти, и я не знаю, здесь никакие потайные ходы, ничего нет, никого нет. Ребят, вы видите, открыт, открыт балкон, он не был открыт, вы сами видели то, что я кучу раз пыталась в него пройти. Так, здесь у нас никого нет. Так, я сейчас еще здесь посмотрю, ничего абсолютно не видно, наступила ночь, и искать становится... Ребят, что это такое? Это что, могила? Ребят, кто-то лежит. Похоже, это он. Я не понимаю, он жив? Так, давайте напишем. Он жив! Как ему можно помочь? Ударили по голове. Его ударили по голове. Он не знает, я так понимаю. Он ничего не помнит и ничего не знает. Ребят, как же мне ему помочь? У него болит голова, ребята. Так, я даже, честно говоря, просто не знаю, как ему помочь и что мне сделать. Я сейчас ему напишу. Попробуй вспомнить, сколько ты здесь. Где-то год. Сколько? Год? Может, больше? Офигеть, ребята! Это агентство тебя здесь держит. Ребята, да! Ребят, это агентство, это человек. Год в этом доме, он в заложниках. Как же мне ему помочь? Ребят, пишите в комментариях, как можно помочь этому человеку, потому что он здесь находится уже год, целый год. Ты можешь выйти? Его избили. Ребята, я не представляю, за что? За что? И кинули сюда умирать. Офигеть! Это просто шок! Ребят, итак, ждем ответа. За что же его избили? Кинули сюда умирать? И держит в этом доме уже целый год. Я проводил охрой на агентство. Охоту, скорее всего. Он точно так же, как и мы с Владом, охотился на агентство. Да. Я так понимаю, его схватили. Это он делал все то же самое, что и мы. И как я понимаю, все это было год назад. Ребят, ребята, как же мне ему помочь? Он умирает. Боже, он здесь целый год находится. Передай другим, чтобы закончили мое дело. Блин, ребята, это какой-то ужас. Давайте я помогу... Давай я помогу тебе встать. Ребят, почему он не отвечает? Почему он не отвечает? Ребят, мне кажется, что он умер. Да, он скончался. Я не смогла ему помочь. Это просто какой-то ужас. И то, что творит агентство, это по-настоящему страшно. Они просто удаляют аккаунты. И просто что-то происходит. Ребят, мне кажется, что агентство не на шутку просто, что происходит. Меня выкинуло. Мне кажется, этот дом был агентство. Тот же, в котором меня держали в прошлый раз. И сейчас этот человек умер. И на самом деле, если бы я нашла его тогда, когда меня спасал Влад, то, может быть, мы бы смогли ему помочь.